МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый набор для экспресс-тестирования на ковид-19. В Индии провели памятные мероприятия, посвященные 80-летию со дня смерти доктора Котниса. В Китае собрал рекордный урожай зерна. С космодрома Цзю Цюань запустили два экспериментальных спутника. В Гонконге открыли первый мост полностью построенной компанией из материкового Китая. В Сиане вручат международную кинопремию «Золотой шелковый путь». Харбин готовится к международному фестивалю льда и снега. Дикие амурские тигры облюбовали леса на северо-востоке Китая. В Шанхае завершился четвертый финансовый саммит «Вайтань», на котором экономисты и представители отрасли из разных стран поделились своими прогнозами относительно будущего роста ВВП Китая и возможностей для бизнеса в наступающем году. По последним оценкам, рост ВВП Китая в следующем году составит около 5%. Это существенно отразится и на росте мирового ВВП. В этом смысле значение КНР чрезвычайно велико. Мы считаем, что в 2023 КНР станет единственной крупной экономикой, которая будет расти быстрее, чем в этом году. Рост будет обусловлен, во-первых, восстановлением внутреннего спроса, а во-вторых, очень активными инвестициями в инфраструктуру, а также падением в секторе недвижимости. По словам Джан Юмена, президента крупной страховой компании, управление активами и благосостоянием выиграют от восстановления экономики в следующем году. «Поскольку правительство пытается снизить долю заемных средств на рынке недвижимости и стремится к качественному росту, мы увидим поистине феноменальный переход сбережений домохозяйств на рынок капитала, который принесет пользу отрасли в целом и всем игрокам, как местным, так и глобальным». В этом году трехдневный саммит в Шанхае посвятили глобальным экономическим проблемам и способам их решения. Ведущие специалисты со всего мира сосредоточили внимание на таких темах, как финансовая открытость, управление активами, цифровая экономика и зеленые финансы. Власти провинции Джэцзян, крупнейшего внешнеторгового центра Китая, помогают предпринимателям развивать свой бизнес за границей, организуя их участие в различных международных выставках. Так, 50 компаний из городского округа Цзясин стали экспонентами на текстильной ярмарке в Токио и сразу же заинтересовали японских клиентов мягкими шелками. Джэцзян издревле славится своими тканями. И теперь, после трехлетнего перерыва, продукцию снова начали экспортировать. «Мы готовы сотрудничать с китайскими предпринимателями, так как ценим качество их продукции. И я надеюсь, что в скором времени мы снова сможем приезжать в Китай дважды в год, как делали это раньше». Чартерные рейсы на зарубежные торговые ярмарки в провинции Джэцзян организуют с октября этого года. Благодаря им предприятия вышли на глобальный рынок, начали поступать заказы из Польши, Германии и других стран. Недавно очередная группа китайских предпринимателей отправилась в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы продемонстрировать свою продукцию и найти новые возможности для бизнеса. Такие поездки стали частью компании, инициированной Департаментом торговли Джэцзяна. До конца следующего года ведомство рассчитывает отправить в зарубежные командировки представителей более 10 тысяч предприятий. После ослабления мер профилактики и контроля COVID-19, жители Поднебесной стали чаще совершать поездки и бронировать гостиницы. Чтобы каждый желающий смог добраться до пункта назначения, железнодорожные власти возобновили движение поездов. «Отрицательный результат теста на COVID-19 больше не требуется ни для покупки билетов, ни для посадки в поезд. Можно беспрепятственно войти на станцию и сесть в поезд после прохождения контроля безопасности». Восстанавливается и авиасообщение, увеличивается количество рейсов и появляются новые маршруты. Перед новогодними праздниками вырос спрос на пакетные туры. Многие жители предпочли отправиться в знаменитые живописные места Поднебесной. «Очень удобно, что теперь для посещения не нужен ни QR-код, ни результат ПЦР-теста. Для меня это долгожданное путешествие, и я очень рада наконец здесь оказаться». В провинции Сычуани, городе Шэньчжэнь, туристов привлекают купонами и скидками на проживание в отелях и посещение достопримечательностей. «Мы надеемся, что эти меры будут стимулировать людей посещать культурные, спортивные и туристические объекты, и как следствие способствовать скорейшему восстановлению и развитию нашей отрасли». Антиковидные ограничения смягчили в Поднебесной в начале декабря. Больше не нужно предъявлять код здоровья и результаты теста на коронавирус при входе в большинство общественных мест. Не требуются они и при межрегиональных поездках. Государственное управление над лекарственными средствами КНР выдало разрешение на продажу еще одного набора реагентов для выявления антигена COVID-19. Теперь жители Поднебесной могут самостоятельно проверить состояние здоровья с помощью наборов реагентов от 40 местных производителей. Спрос на экспресс-тесты значительно вырос по всей стране после того, как центральные власти отменили всеобщее ПЦР-тестирование. В индийском Мумбаи состоялись памятные мероприятия, посвященные 80-летию со дня кончины Дворканата Котниса, которого называют послом дружбы между Китаем и Индией. Он был одним из пяти врачей, направленных из Индии в Поднебесную для оказания медицинской помощи раненым в боях против милитаристской Японии. Доктор Котнис пользовался уважением среди местных и даже получил китайское имя Кэ Дихуа. За четыре года на линии фронта он провел более 900 операций. Однако себя уберечь ему не удалось. В 1942 году после тяжелой болезни Дворканат Котнис скончался в возрасте 32 лет. Одним из замечательных качеств китайского народа является то, что они никогда не забывают своих друзей. Так вышло и с доктором Котнисом. Он остается послом дружбы между Индией и КНР. А его судьба все так же вдохновляет жителей обеих стран, которые стремятся к дружбе и сотрудничеству между нашими великими народами. Мемориальные мероприятия также состоялись в Калькутте. В память о великом воине-интернационалисте представители Китая и Индии возложили цветы к портрету доктора Котниса. В этом году объем производства зерна в Китае превысил 686 миллионов тонн. И это почти на 4 миллиона тонн больше, чем в прошлом году. В этом году мы собрали небывалые урожаи. Это обеспечивает мощную поддержку нашей макроэкономики и закладывает основы для преодоления всевозможных рисков и вызовов в условиях сложной международной обстановки. Урожай – наш вклад в стабильный мировой рынок зерна и продовольственную безопасность. Общая посевная площадь по всей стране составила около 118 миллионов гектаров. В среднем с одного гектара смогли собрать 5802 килограмма зерна. Китай успешно запустил два экспериментальных спутника с космодрома Цзюцюань. С их помощью будут испытывать новые технологии мониторинга. Аппараты «Шиянь-20А» и «Шиянь-20Б» вывела на орбиту ракета-носитель «Чанчжен-4Б». Для ракет этой серии запуск стал 454-м по счету. В Гонконге открыли движение по мосту Цеунг-Кван-О-Кросс-Бэй. Это первый крупный объект, построенный здесь компанией из материкового Китая. На его сооружение ушло 4 года. Глава администрации Гонконга Джон Ли заявил, что местное правительство будет и дальше развивать инфраструктуру города, реализуя больше транспортных проектов и улучшая существующие сети. Новый объект стал самым длиннопролетным и тяжелым арочным мостом в Гонконге. Помимо проезжей части, там также есть пешеходная зона, велодорожка и смотровые площадки. 30 декабря в Сиане, столице провинции Шэнь-Си, откроется 9-й международный кинофестиваль «Шелковый путь». Мероприятие, организованное Медиакорпорацией Китая, продлится 4 дня. Его главная цель – расширение культурных обменов между странами и регионами, расположенными вдоль маршрута инициативы «Один пояс, один путь». В программе фестиваля семь основных частей, включая церемонию открытия, основной конкурс «Золотой шелковый путь» и разнообразные форумы. На главную премию претендовали почти 1600 картин из 90 стран и регионов, однако в шорт-лист вошли только 19 фильмов. Фестиваль стал международной платформой для продвижения новинок кино. Он способствует культурному обмену и сотрудничеству между странами и регионами инициативы «Один пояс, один путь». Конкурс ежегодно проводится в Сиане, что не случайно. Именно этот город был столицей династии Тан и отправной точкой древнего «Шелкового пути». В Харбине, столице провинции Хейлунзиан, готовятся к предстоящему международному фестивалю льда и снега. На реке Сунгари рабочие раскалывают лед по заранее прочерченным линиям. Затем дрейфующую глыбу обрезают до нужной формы и доставляют на берег. Задача не из простых. Одно неверное движение и льдина может разбиться. К фестивалю нужно успеть подготовить почти 150 тысяч кубометров кристально чистого льда без каких-либо примесей. Снег для будущих скульптур доставляют 14 уборочных машин. Выходит около 6 тысяч кубометров ежедневно. Всего на фестивале представят 26 арт-объектов. Все они будут готовы к 20 декабря. Видное место на празднике льда и снега займет работа под названием «В погоне за мечтой». Это будет фигура парящей мифологической девушки длиной около 100 метров и высотой более 30. Над скульптурой в течение 10 дней будут работать около 70 человек. Им потребуется почти 20 тысяч кубометров снега. Из-за огромных запасов льда и снега и прекрасных зимних пейзажей Харбин называют ледяным городом. В провинции Хэйлунзян все чаще замечают редких амурских тигров. Популяция этого краснокнижного вида сократилась из-за деятельности человека, добычи полезных ископаемых и чрезмерной вырубки лесов в местах обитания животных, а также браконьерства. Но экология на северо-востоке Китая постепенно улучшается. А потому тигры стали комфортнее чувствовать себя в этом регионе. Так, в уезде Дунин недавно нашли следы полосатых хищников. Судя по нашим данным, это взрослая самка тигра. Ее не раз замечали в этой местности. Мы предполагаем, что она весит более 150 килограммов. В ноябре амурский тигр вышел на сельскую дорогу. Увидев приближающийся автомобиль, хищник промчался мимо и скрылся в кустах на обочине. Позже местные зоологи установили, что этот зверь, скорее всего, не местный житель, а гость из какого-то другого региона. На территории Дунина можно часто заметить амурских тигров. В ноябре они не раз попадали в объектив камеры. Сейчас здесь обосновались три или четыре особи. В последние годы Китай приложил большие усилия для обеспечения охраны лесов и значительно улучшил среду обитания амурского тигра и других диких животных. В стране создали множество заповедников, которые теперь занимают почти пятую часть территории. А масштабные проекты по озеленению помогли увеличить площадь лесов в стране до 23%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова